Начало третьего. В Москве, друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и наш сегодняшний очень титулованный гость. Очень, очень титулованный. Российский гребец-байдарочник, спринтер, выступающий за сборную России с 2006 года, чемпион летних олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы, мира, чемпион летней универсиады в Казани, многократный призер национального первенства, заслуженный мастер спорта России, Юрий Постригай. Здравствуйте, привет. Привет, Юрий. Привет. Мы очень рады, что ты к нам пришел. Мы прям ждали тебя с самого утра. И ты знаешь, прежде чем мы с тобой поговорим о твоем спорте, о том, какие успехи у тебя случились за последнее время, а их много, давай обсудим самое главное событие, так, по верхам хотя бы, каратенечко этого года, закончилась Олимпиада Пхенчханя. Закончилась для нашей страны лучше, чем, наверное, мы могли предположить. Вот с чемпионом летних олимпийских игр, о зимних, что скажешь ты, какие у тебя вот ощущения, какой послевкусие осталось? Ну, очень приятно, что в конце последний день наши хоккеисты победили. Ты проснулся в 7 утра? Я смотрел, да. Ну, меня мой сын разбудил, так что я сначала, думаю, в повторе посмотрю. Я просто как раз прилетел с очередного тренировочного сбора и думал, в повторе посмотрю, но как-то так сложилось, что, видимо, Миша хотел, чтобы папа посмотрел. Да, было очень напряженно, когда остается 2 минуты. Я потом очень много комментариев читал, что если за эти 2 минуты последние, если бы наши не отыгрались, то, ну, вся страна бы, наверное, как обычно у нас происходит. Не выиграл, сразу же тебя обольют грязи. Ругались бы, наверное, сильно, да. Да, ну, очень рад за... не получилось реализоваться, но если посмотреть на лыжников, они просто великолепно выступили. По-моему, даже в каких-то источниках спортивных я видел информацию, что они даже не попали туда, как резервный состав был, но основных не допустили. Не допустили, да. И получилось, что впервые вообще в истории 4 медали 1 спортсмен занял. А если бы уж эти поехали, то все, тогда бы не оставили шансов никому. А, Юр, какие еще виды спорта, вот кроме твоего основного, главного вида спорта, тебя интересуют как болельщика? Ну, вот, может быть, смотришь, увлекаешься, следишь за этим видом спорта? Раньше увлекался на сборах Sony PlayStation Football. Так. Не, ну, я болею, в футбол смотрю, нравится, хорошие клубы, хорошая игра. Сейчас, конечно, уже до этого времени нету, но если Лига Чемпионов, Финал или что-то там, PSG с Реалом, это, конечно, стоит посмотреть. А где-то я прочитала, что ты никогда в жизни не стал бы заниматься керлингом. Да. Правда ли это? Вот сейчас как-то с другой стороны смотрю на это и понимаю, что реально я бы не смог, наверное, траектории как-то выбирать. Я раньше это называл, извините, конечно, уважаемые керлингисты, там, швабра, я не знаю, что это такое у них, как это устройство называется? Ну, какое-то есть, скорее всего, правильное название. То есть, Валерий, это швабра. Ну, терка какая-нибудь, да. Вот такой вид спорта. А уважаемые керлингисты, наверное, тоже там, может быть, смотрят на гребли, думают, куда, что куда плывут, что делают, тем более же есть различные виды в самом спорте. И вот сейчас до эфира Юрий нас с Романом просвещал и объяснял, чем там, что отличается. Ты байдарчник. Это, если объяснить, палка и две лопатки. Это то, чем люди занимаются, когда выезжают, например, куда-то на море и берут в прокат, вот, как раз берут байдарку, да? Практически, как и рафтинг, там, и в Турции, когда вы видели, может, на море, но сейчас это популярно. Но сейчас еще больше становится популярный сабсерфинг, это кастой, стоишь, что длинное, такое весло. Да, похоже, но лодка совершенно другая, из другого материала и стоит гораздо больше. А что за материал, скажи сразу, вот это. Материал, я даже не знаю, как они, это все конфиденциально. Она очень тяжелая. Это карбон, там много слоев. Она весит, должна весить на соревнованиях одиночка байдарка 12 килограмм, двойка 18 килограмм, четверка 30 килограмм. Если меньше, и ты финишируешь, тебя взвешивают после финиша, то есть вызывают там. А если килл отвалился, Юр? У нас был такой случай, когда в 2007 году на Чемпионате России в Москве, в Крылатском, я ехал, загребал тоже байдарку, двойку, тысячу метров, и у нас трос оборвался в лодке, который управляет. Вот мы ехали третий как раз, я еще был молодой, и мне было так обидно, и мы как раз ехали, по-моему, по восьмой дорожке, и срубили, у нас отвалился, получается. Можно сказать, без руля. Без управления, да. Тебя как будто ты без рук. И, то есть, перегородили дорогу с соседними. Подрезали, короче. С соседним спортсменам, да. То есть, ни они не победили, ни вы в итоге. Да, но они бы не победили, они были далеко. Друзья, мы очень скоро продолжим. Оставайтесь в компании Страна ФМ, и много чего из мира гребли, и не только вы узнаете, потому что у нас сегодня Юрий Постригай, и Юра может рассказывать не только про спорт. Все, будьте рядом. Юрий Постригай сегодня, заслуженный мастер спорта России, в гостях у телерадиоканала Страна ФМ, человек прекрасного сложения и большой спорт. Человек, который в буквальном смысле слова ходит по воде, а как мы уже выяснили сейчас во время песни, надо правильно говорить, про байдарочника, ходит по воде, ни в коем случае не плавает, не едет. Не кощун, а гребет. А гребет, да. Но это именно профессиональный слайд такой. Расскажи, как 10-летний Юрочка Постригай начал ходить по воде? Я родился в городе Свердловск, сейчас это Екатеринбург, в паспорте у меня Свердловск написано. И как раз до 10 лет ходил в секцию каратэ, это 3-5 класс был в школы. И как-то мне не понравилось, когда в спарринг поставили, и я пропустил, ну почему-то поставили уже с каким-то человеком, который уже явно не первый день ходит. С черным поясом каким-нибудь. Ну, по ходу дела, да. И как раз это меня спугнуло. Больно было, да? Было неприятно, я не понял, почему это произошло именно со мной. Но у меня два прекрасных друга, в Свердловске мы с ними держим связь постоянно, я туда приезжаю, мы с ними встречаемся. И вот один как раз пошел на секцию гребли, а второй на мини-футбол. В Екатеринбурге очень развит мини-футбол, они такие все выдающиеся. И как раз гребли меня больше как-то тянуло, потому что там смотришь в бассейн, сначала учили плавать, то есть там как бы комбинированные занятия. А с чего начинается? То есть все-таки плавание, да? Учат сначала, ну, когда ты, первое, что учат гребца, это когда ты перевернулся, чтобы мог плавать. То есть такой рафтинг немножко, да, сразу? Нет, просто тебе нужно правильные действия сделать. Ты не можешь залезть, ты можешь залезть обратно в лодку, но там будет много воды. Ну, то есть это такая большая процедура. Для этого нужно учиться плавать, хотя бы просто держаться в бассейне. Самосохранением учат снимать. Тренер специально переворачивает? Нет, у нас, когда дети начинают тренироваться, им одевают сзади на корму лодки, поплавки, которые не дают тебе, в принципе, если ты даже клонишься, то тебе не дается перевернуться. Как колеса у велосипеда стабилизационная. Да, да, это очень похоже. И вот таким образом я попал в секцию гребли. И тренер, самое главное, здесь нужен с изюминкой, чтобы он замотивировал тебя, чтобы тебе захотелось. И тогда ты просто, у тебя будет желание. Вот у меня, ну, всегда был у меня тренер, мы с ним тоже держим связь. Как его зовут? Михаил Петрович Калашников. Он как раз очень классно с этим справился. Михаил Петрович, спасибо. Удалось увлечь, и уже гребли ты не изменял с другими видами спорта никогда? Нет, ну, у нас входит все, в принципе, зал, штанги, бег, лыжи, плавание, гребля, футбол, волейбол, баскетбол. Ну, то есть все охватывает, чтобы ты везде мог. Общая физическая подготовка. Свои первые соревнования, помнишь? Первые соревнования, нас как раз повезли в лагерь в Свердловской области. Там я уже 200 метров прошел за минуту 15 секунд, то есть сейчас, или минуту 30. Ну, короче, очень долго шел, но выиграл. А сейчас где-то на минуту быстрее. Прибавил, прибавил. То есть получается, 20 лет спустя, да, ты проходишь ту же дистанцию, секунд за, там... 35. 35. 35 секунд, 200 метров. Скажи, ну, вот состоялись первые твои вот такие вот соревнования. И самые крутые соревнования, когда ты понял, что все, ты действительно спортсмен, и когда тренер тебе сказал, Юра, получается, идем дальше. Это было что? Переломный момент наступает, когда ты заканчиваешь школу, это порядка, по-моему, 9 класс, это 14 лет, да, где-то так было. Ой, сложный, наверное, момент для спортсмена, для любого вот этот возраст, да? 15 лет, наверное, где-то там. Да, и ты начинаешь уже колебаться, потому что дальше все тяжелее, нужно либо идти, либо менять направление вообще своей деятельности. И как раз вот мама моя, мотиватор очень главный в жизни, если ты начал делать, то иди до конца. Вот я, в принципе, держусь этого принципа до, ну, каждое свое начинание, будь то учеба, спорт. Вот, то есть, я в 14 лет хотел, в принципе, мне что-то тяжело стало, потом мы переехали в Москву как раз, тут совсем другие люди, они, как много всяких байк, там, то, что в армии, там, не любят, когда, ну, мужчина идет служить москвичей. Ну, вот, москвичи так же, походу, не любят, когда иногородние приезжают в Москву и хотят тут выигрывать, побеждать, ну, познакомиться с друзьями, да, все как бы хорошо. Ну, спасибо маме, да, которая много-много раз... Да, она, конечно, много раз меня двигала. Скажи, пожалуйста, мама любит творчество Димы Колдуна? Сейчас у нас песня как раз будет. Давайте проверим все. Надеюсь, что очень любит. Смотрим, слушаем. Друзья, Юрий Постригай в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ» наш дорогой заслуженный мастер спорта России, гребец-байдарочник и человек, который, ну, умеет делать свое дело великолепнейшим образом. Человек, который добыл для нас золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Вернемся туда, давай, ну, просто настолько хочется от тебя, от человека, который это сделал, такой подвиг услышать, как это было, потому что вот сейчас мы, пока вы наслаждались песней, мы заговорили с Юрием о том, что очень тяготит спортсмен то, когда на него заранее надевают медаль, когда есть, может, такие повышенные ожидания и так далее. Ты, когда отправлялся в Лондон, не чувствовал, что на тебе уже эта виртуальная медаль существует. Ну, нас как-то уберегли от этого. Мы с Сашей были достаточно юные, он на два года меня младше, то есть мы в байдарке двойки заняли. Не только я один принес в стране эту медаль, мы вдвоем это сделали спустя 22 года, или 32, с 80-го года 32. 32 года было, да. А, то есть до тебя мы не получали медали 32 года в этом виде спорта? Именно в гребле на байдарках, в Каное, Максимополе в 2008-м получил, но это вид, виды разные. И мы как раз должны были в Олимпийский год взять лицензию, чтобы поехать туда, на эту Олимпиаду в Лондоне. Это было в мае, мы взяли лицензию, и буквально через 7 дней у нас был этап Кубка Мира, где мы, в принципе, хотели посмотреть, как мы смотримся на фоне тех спортсменов, которые чемпионы мира, ну, то есть лидеры, лидеры гребли сейчас в этой дистанции. И мы встаем, доходим до финального заезда, и 50 метров только разогналась лодочка, 27 километров в час, и тут такой треск на весь канал. Есть видео в Ютьюбе, я как раз его искал потом долго. И ломается весло, я потом вот собираю, не понимаю, что произошло, это впервые такое произошло. Подожди, это мировое первенство? Это Кубок Мира. Кубок Мира. Да, это, то есть чемпионат мира это круто, Кубок Мира в гребле это круто, но поменьше. Ну, вот ломается весло, мы... Подожди, твое. Да, мое. И все, мы доезжаем до финиша, Саша там гребет, он просто меня везет спокойно уже, мы просто девятое место заняли. Потом нас сразу же быстро, так, берем билеты, летим на следующий этап Кубка Мира. А то есть это было не запланировано, у спортсменов же программа тренировок расписана, то есть тут нужно напиквать, и тут нет. И мы вот решили, да, давай, поехали. Мы на автобусе из Польши в Германию, и там встаем, и полкорпуса лодки, это три метра, привозим всем лидерам. Все никто ничего не понимает, и мы поняли, что все хорошо, мы готовимся дальше. Протестировались. Пропускаем там чемпионат Европы, и готовились целенаправленно к Олимпиаде. Ну вот так было. Молодцы, молодцы. Что сейчас, расскажи, вот какие сейчас работы, куда гребете? Гребем мы к Олимпийским играм в Токио, главное, чтобы нас всех пустили туда, Россию. Это точно важно, да. Да, нам в том году уже Международная Федерация поставила критерий, нужно две допинг-пробы сдавать, чтобы ты попал на международный старт. Но это пробы должны быть не в России, то есть это должна быть в нейтральная территория. И вот таким образом мы в том году на чемпионат мира только могли попасть, на чемпионат Европы. В этом году пока критериев они не поставили, но в принципе вот я был на тренировочном сборе в Италии, и они в последний день приехали, как раз там всю нашу команду взяли допинг-тест. Ну вот таким образом мы сейчас живем, отмечаем каждый день, где мы находимся. Я ставлю обычно 6 утра где-то, чтобы... Подожди, вот об этом поподробнее нам, как обывателям. Что значит отмечаем, где мы находимся? Есть специальная программа ВАДы, где каждый спортсмен, который... Я вхожу в международный пул тестирования, это значит, я должен отмечать каждый день, где я нахожусь. Это часовой окно. Если ты его не отметил, тебе поставят флажок. В принципе, это тот критерик, по которому не пускали в пехенчан людей российских. То есть если ты флажок получил. У тебя какая-то геометка или что? Как это должно быть? Ну ты в программе вот набираешь там, я там по такому-то адресу. Подожди, а если ты ушел, я не знаю, в поход с палаткой, в горы? Ты должен отметить, что это поход, это палатка, это горы, такие-то горы, что ты будешь под такой-то елкой. И ты только попробуй поменять елку, да? Да. И ты пьешь чай без сахара или что-то. Без мельдования, точно. И вот таким образом мы живем сейчас. Но это с 2009 года я, в принципе, заполняю. Каждый день свое присутствие там. То есть я вот дома сегодня спал, проснулся, мне никто не приехал. Ну у меня было, что я с 6 до 7 дома, там, допустим, 3 марта я поеду в Италию. Там, опять же, я ставлю вечером, чтобы они приехали. И вот это часовое окно должно каждый спортсмен, профессионал должен отмечать. Но это не только русских касается, это, в принципе, всех спортсменов. Великие вы люди, наши дорогие спортсмены. Вот несмотря на это продолжайте делать свое дело и приносить нам медали. Просто вот нет слов. Мы скоро вернемся, дорогие дамы и господа. Программа «Лучшие в стране» продолжится. Оставайтесь в компании нашей. Лучшие в стране. Мы продолжаем общаться с нашим гостем Юрий Постригай в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, Юра не только спортсмен. Юра, собственно, вот не так давно стал магистром, если я все правильно говорю. Пару недель назад буквально защитил диплом. Мы все знаем благодаря твоему инстаграмму. Расскажи, что за образование. Нам просто очень интересно. Физическая культура. По профилю я спортсмен. Нужно и образование соответствующее, чтобы в дальнейшем было понятно, что ты все-таки был спортсменом. В дальнейшем как ты можешь это использовать? Ну, не знаю, там в 30-е. Нужно пойти министром спорта. Вот. Вот это хорошие у нас с тобой, Юлечка, знакомства. Ну, сейчас ты назвал себя в инстаграм, правильно я скажу, мотивационный оратор, кроме твоей основной, конечно, спортивной деятельности. И мы так с Романом поизучали. Даешь ты различные советы людям, как жить, как подняться, как возродиться. Откуда появилась в твоей жизни эта психологическая тема, скажем так? Ну, это все, через что я прошел. И хотелось бы делиться с людьми. Просто не так часто я это делаю. Хотелось бы чаще. А твой чемпионский блог? Вот я его... Маловато там, маловато там публикация. Бывает, да. Ну, моя любимая жена, она всегда, давай, иди, расскажи. Ты знаешь много, расскажи людям, спортсменам. Вот кто мотиватор Юртуба. Ну, мама, жена, все. А тренинги не проводишь такие мотивационные? Нет. Если только кто-то обратится, что-то где-то сказать, рассказать историю. Ну, а, например, перед какими-нибудь юниорами, например, спортсменами, что-нибудь выступить, какой-нибудь там... Мастер-класс? Мастер-класс или на путстве какое-нибудь дать, поделиться опытом. Ну, конечно, если кто-то приглашает, я всегда не отказываю. Ну, ты скромничаешь сейчас. У нас же в Москве есть кубок имени тебя, который проходит каждую осень. Да, называется кубок экипажей, суперспринт. Так, расскажи об этой истории. Впервые это произошло в том году. А, вот-вот-вот-вот. Это первый раз, да, было. Мы... Там несколько людей в этой всей... В этом прекрасном кубке. Это вот как раз мы с Сашей и как раз есть братья Агеева. Они тоже раньше греблей занимались. Они очень любят этот спорт. Вы с Сашей имеете в виду Александра Дьяченко? Да, да, с Дьяченко Александром. И вот нас четверо, которые, в принципе, головой думаем, что как сделать лучше, чтобы... В принципе, все направлено на детей, чтобы... На развитие. На развитие греб, популяризация, да. Потому что, ну, мало кто этим занимается. И, в принципе, это нужно делать. Дети, они растут. И вот эти все события с допингом, некоторых родителей, мне кажется, начинают отталкивать от спорта. Это все мельдуния. Да, так что это состоится в конце августа, будет вот как раз на Гребном канале в Крылацком. А какая-то секция у вас есть своя, вот, например, или школа своя? Своя? Именно моей нету школы. Пока нет. Да. Ну, думаешь, вот над этим работаешь? Мы почему спрашиваем? Потому что ты где-то сказал в интервью, Юрий, что если бы вот не спорт, то ты был бы крутым бизнесменом, наверное. Может быть, наверное. Ну, смотри, образование есть уже, да? Да, образование есть. Да. Много книг по бизнесу читаю. Ну вот. А Ромка, он, кстати, мастер придумывать стартапы, поэтому вот к нему стоит прислушаться. Чего я мастер? Я просто ждал от тебя. Я с тобой работаю не первый месяц. Я с тобой работаю, да. В общем, мы желаем тебе, чтобы у тебя была своя еще школа. Да. Такая спортивная резерва по Крепле. Ну, это как хобби уже будет. Хорошо, пусть... Тем более, нет, ну, подожди, вот поизучав... С этого все начинается. ...твой инстаграм, ты же можешь давать даже, я не знаю, там, тренинги, как правильно питаться и так далее. Ты все про это знаешь. Где-то мы прочитали с Романом, что больше всего на свете ты не любишь брокколи. Это правда? Да. Отказываюсь от этой вещи. Ну, хотя это очень полезно для... А как? Чистый белок, получается. Как питается вообще спортсмен, вот, ну, скажем, перед Олимпийскими играми? Как-то меняется все? Все зависит, когда ты приходишь в медицинское обследование. Если у тебя все хорошо, то ты живешь, наслаждаешься макаром. Ну, макароны можно есть, да? Макароны, ну, это быстрые как раз углеводы, которые тебе быстро восстановят, пополнят твои запасы. Ну, сладенькое, конечно, нужно исключать. Но это... Куда без него? Глюкозка? Вот, чтобы... Что самое безобидное и сладенькое? Скажи, как специалист. Я обычно очень много сладкого ем. Кто готовит дома? Жена? Дома, когда я между сборами или когда у меня отпуск, выходные, да, жена. То есть очень хорошо все происходит у нас. Простите, большой привет сейчас, да, передаем. Да. Надо сказать, что твоя жена очень такой крупный искусствовед, можно так сказать, да? Наверное, ты неплохо разбираешься в искусстве, у тебя в Лувр завести, или там в музей Прада, или еще куда-нибудь. Ты прям с леду все расскажешь. Это просто можно, в любой стране идешь, там, ну, так веду, там, показываешь людям. Это, да, жена, она не просто большой, а огромный, наверное, искусствовед, как все я, Руси. Сложно жить с такой умной женой? Нет. Нет? Нет. А подожди, а мы же тебя не поздравили еще, с дипломом-то поздравили, а с рождением твоей дочки мы тебя не поздравили, как назвали малышку? София. София, сколько ей сейчас? София Юрьевна, вот, она 4 января, ну, 2 месяца будет. Потому что ее, ну, вот, кусочек, маленькую мини-фотографию, где еще вы даже лицо не показываете, но мы видели вас такая уже. Так скрываете, да? Нет, мы не скрываем, просто, ну, глазик пока это, там, у детишек-то всегда это бывает. Вот сейчас заживет, и нормально. Юр, как отнесся Миша к появлению сестры? Миша сейчас... Миша, это старший сын Юрия. 4 года ему, да. Да, хорошо, он ходит, там, может помочь. Миша, помоги, вот, надо отвертка что-то открутить, там, ей помочь. Ну, приборы, которые, там, шум специальный. Миша привыкает. А Миша и плавает? Плавает в бассейне, да, с тренером. А что, чем дальше будет заниматься Миша, пока папе, олимпийскому чемпиону... Все, что ему захочется. Ну, имеется в виду спорт. Настаивать не будешь, да, то есть, вот, педагогический смысл настаивать. Скажи, а видно сразу, например, по ребенку, ну, тем более, вот, тебе с твоим гигантским опытом, что, да, ему стоит... Ты вот можешь взять ребенка байдарочек и сказать, стоит продолжать спорт. Любой может достичь высот, просто здесь проблема как раз в мотивации того наставника, который над тобой стоит, руководитель твой. Ну, подожди, ты же сам нам сказал, что очень важно, например, чтобы были там ноги у меня правильной длины. Если слишком длинные, то сложно ходить по воде. Ну, я вот точно... Мне всегда говорили, что ты не гребец, иди в модельный бизнес. Тебе зачем это нужно? Ты худой, там, все, смотри, какие здоровые. И вот так вот... Ну, и тем не менее, смотри, калючка. Послушался бы, был бы сейчас, ходил бы по подиуму, а не по воде. Потом ты не подошел бы, леща бы отвесил. Друзья, мы ему не отвешиваем леща, он остается в полной безопасности на территории телерадиоканала «Страна.ФМ». И скоро вернемся, поговорим еще... Юрий, постригай в гостях у телерадиоканала. У нас сейчас одна из песен. О, боже, какой мужчина. Натали, подпевайте, потому что вы знаете текст этой песни. Юрий, постригай в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим о спорте и вообще о жизни, так что присоединяйтесь. Юр, после того, как ты вот так вот незаслуженно пропустил Олимпиаду в Рио, вообще, как ты решился продолжать свою спортивную? Мобилизовался, да. Мобилизовался, поднялся и решил идти дальше на Токио. Ну, опять же, у меня мой личный тренер Александр Стефанович. Он, продолжая все, он всячески старался поддерживать. У него иногда это не получается, но он молодец. Все меня поддерживали и как-то вот само все шло. Ну, нужно время всегда, чтобы преодолеть какие-то трудности, этапы в жизни. Ну, просто в тот момент понимать, что ждать еще 4 года, что бесконечно тренироваться и каждый день отмечаться с этим допингом, с этими вашими часовыми окошками, быть, как говорится, на крючке. Ну, многие думают, что вот там эта налога, мы с них, мы им налоги, с наших налогов мы им платим призовые. Ну, куда деваться, так вот происходит жизнь. Кто-то платит. Никто не запрещал другим людям остановиться. Мы с семьей надолго расстаемся, то есть каждый месяц по 20 дней нас, мы отсутствуем. Подожди, вот это, вот внутреннее, вот за кулиси. 21 день сбор, учебно-тренировочный сбор. Всегда. Ты повышаешь мастерство, да. То есть у тебя есть один месяц, когда ты отдыхаешь вообще. Ну, и то тебе надо как-то продолжать двигаться, чтобы не стать толстеньким. И можно следующий сезон было продолжать. Семью ты видишь 10 дней в году, в месяц, получается. Это всегда. Ну, мы стараемся уже, давно это внедрили в нашу семью, что на сборы иногда беру семью, да. А где проходят сборы? У нас очень классная федерация, очень хороший президент нашей федерации. И как раз Дмитрий Анатольевич Медведев раньше занимался греблей. Да. Да, и когда он, это вот классно, нам повезло. Слушай, ну, в Нижнем Новгороде была информация, что ты вот занимался там какое-то время, да. А в Инстаграме у тебя какие-то очень красивые места? Ну, Италия. Это фотоистические. Это Италия. Италия недалеко от Рима, Португалия. Ну, это такие ключевые, где есть и хорошие реки, где можно большие акватории. Скажи, пожалуйста, а вот где лучше скользит байдарка? Это будет пресная вода или соленая, или нет разницы? Соленая, она плотность грибка легче, но у нас по правилам международным должна быть пресная вода. Ага. Поэтому смысла нет соленой тренироваться. Должна быть глубина 4 метра. А глубина при чём? Если глубина больше, скорость выше. Глубина меньше, скорость ниже. То есть есть определённая глубина, и все грибные каналы должны соответствовать вот этим нормам. То есть и в России там... То есть крыласка 4 метра? Да. А ещё у байдарочника обязательно должно быть чувство воды, как ты его назвал. Что это такое? Поясни для наших телезрителей. То есть если ты с большими бицепсами, ты можешь, конечно, газануть и проехать быстро. 50 метров. Как на мотоцикле. А если у тебя нет вот этого чувства, когда ты делаешь грибок, и ты понимаешь, что это грибок, что у тебя лодка движется, и именно ты прикладываешь всю инерцию свою, массу тела свою перекладываешь на грибок, и она может даже лучше... Ты можешь не жать большие веса в штанге. Это техника, получается, да? Технически это, да. И вот оно как раз, может быть, с детства как-то... Какая-то моторика всё равно, она присутствует. А, то есть мышцы здесь роли не играют? Ну как они играют? Если у тебя, допустим, приспособленный к спринту, ты больше, конечно, к спринту будешь. 200 метров вот у нас. Если ты не можешь быстро как-то разгоняться, нет вот этих у тебя качеств, то ты уже переходишь на те дистанции, которые тебе интересны. Скажи, пожалуйста, Юр, а вот если, например, ты на обычной лодочке, на прогулочной с семьёй катаешься, есть такое, например, в Измайловский парк, пошёл там и лодочку взяли? Ну, у нас же нельзя... А, ну если так... Ну просто вот выходной у тебя. Нет, ну это надо попробовать. Потому что, я думаю, все удивятся когда-то. Я уже попрошу Миши, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Юр, кто твои главные соперники в Токио и вообще на данный момент в Гребле? Кто у нас сейчас? У нас ведущие лидеры — это Германия. Немцы. Да. Венгрия. Побеждали уже, знаем, умеем. Венгрия, Австралия, их очень много. В принципе, все страны. Когда ты встаёшь в финальный заезд, там 9 экипажей из разных стран. То есть всего, ну, на Чпяти Мира где-то 72-80 стран присутствуют. Ну и ты доходишь до финала. Шесть предварительных заездов по 9 лодок, потом полуфинал. Ой, мамочки! То есть там как бы отсеиваются все, все самые, кто слабенький. И вот в финал 9 доходит, и кто первый, тот молодец. Он молодец, друзья. Юрий Постригай на телерадиоканале «Страна.ФМ». Новых побед и всего самого доброго. Спасибо, что ты был. Олимпийскую золотую медаль мы тебе желаем, Флокин. До встречи. Пока. Спасибо большое. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ».